Ольга Алексеевна — это врач с более чем, поправьте меня, сорокалетним стажем. Да-да-да. Наук. Это ректор многих международных конференций. Это основатель Академии здоровья. Ещё много-много-много всего. И просто замечательная, очень умная и красивая женщина. Ну да. Прошу. Но я думаю, что большинство моих подписчиц, они вас, конечно же, знают. Вы тут по сравнению со мной все девочки. Я уже... Сегодня я думаю, давайте... Вообще, Ир, я считаю, что по коллагену надо делать не одно занятие, а вот просто несколько, прям серию такой занятий, потому что мне даже сложно что-то придумать важнее, чем вообще коллаген. Я расскажу сегодня вещи, ну совершенно интересные, которые, я уверена, что 99% девочек вообще не знают. Вот вообще, в принципе, не знают и даже никогда не слышали. Именно про коллаген. Когда же лет... Я думаю, что вы нам рассказали что-то такое, о чём мы не знаем. Да. Лет, наверное, пять назад, мне первый раз, в общем, попалась очень тяжёлая больная и с системным заболеванием, и мне пришлось немножечко изучить эту тему. Я поехала к профессору Алексееву, это такой совершенно потрясающий человек, который 50 лет занимается коллагеном. Я по специальности врач-лимфолог, и по сути дела, лимфа – это тоже соединительная ткань. И мы с ним очень долго разговаривали, и я попросила у него что-нибудь из того, что он по коллагену, скажем так, написал, потому что он написал более 50 книг за всю жизнь. И он сказал, что у него есть десяток книг, которые он мне может продать. И вот мы с ним обменялись любезностью, я купила эти книги, а когда начала читать, у меня, что называется, башню полностью сорвало, потому что там были такие сведения, что я как врач глубоко пожалела, что я об этом никогда раньше не задумывалась в принципе вообще. Оказывается, существует соединительно-тканная теория здоровья. То есть вот представьте себе, что мы состоим из клеток. Наши клетки плавают в воде. Это вода, но она не просто вода, она определённого свойства. И всё остальное, что у нас есть, кроме клеток, нервной системы, нервной ткани, эпителия и мышцы – это коллаген. То есть это 25 типов тканей, которые называются соединительные. То есть она соединяет всё и вся. Вот кости – это соединительная ткань. Значит, волосы – это соединительная ткань. Кожа, которая нас покрывает – это соединительная ткань. Ресницы, брови, зубы. Да, Ирочка, парадон. Все ткани, которые вот там есть, да, все связки, на которых зубы держатся – это соединительная ткань. Но это ещё не самое главное. Самое главное, что это жировые клетки. То есть это подкожно-жировая клетчатка. Это тоже соединительная ткань. Это эритроциты. Это, значит, все фасции. Кстати, буквально недавно новое направление освоила, которое называется фасции. Можете себе представить, что у нас внутри под кожей есть плёнка. Причём эта плёнка, она, скажем так, единая вся. Она нигде не заканчивается, нигде не начинается. Она идёт везде, вот прям под кожей. И изнутри, со стороны мышц, тоже идёт такая же плёнка. И вот эта плёнка, она состоит из такой сопливой-сопливой соединительной ткани. То есть это белок, это вода, белки, вода и гиалуроновая кислота. И вот эта плёнка, она наружная по отношению к внутренней плёнке всё время двигается. И у меня наступило такое прозрение. Я ведь с молодости была инструктором по китайской гимнастике, по там всяким тайзицуаням, цигунам. И я не могла понять, что вот это вот за движение, там вот такое вот всё. Оказывается, когда мы поднимаем руку, то вся соединительная ткань, которая есть в этом организме, вся фасция, принимает в этом участие. И оказывается, у нас позвоночник не стоит друг на друге, а висит на соединительной ткани, на связках. То есть я раньше занималась иглотерапией и училась в Китае. И у человека был невред лицевого нерва, и нужно было уколоть точку на ноге между первым и вторым пальцем. Вот укалываешь эту точку, точно попадаешь в неё, и невред проходит. Я вообще никак не могла понять, как это вообще... Ну, китайцы объясняли, что существуют каналы, что существуют какие-то... Но для меня это было не объяснение, потому что я не понимала, как это. А теперь поняла, что фасция начинается на пятом пальце ноги и заканчивается на макушке. И если у нас болит шея, то проблему надо искать в стопах. Если болят стопы, то проблему надо искать в шее. Да, мы над этим работаем. Я говорю, смысла нет заниматься лицом, если вы не поправили осанку. Ваши морщины на лбу начинаются на пятках. Вот именно. Теория поездов, да, фасциальных. Теория фасциальная, вот это теория поездов. Причём я настолько глубоко в неё вникла, что мне стали понятны все мои даже предыдущие опыты, ну или там положительные, позитивные опыты, которые нельзя ничем больше объяснить. И вот это тоже соединительная ткань. Естественно, когда я всё это продумала, у меня возник вопрос. Вообще, что делать с этой соединительной тканью? Коллаген, эластин. Вот представьте себе, что наша кожа – это матрас, у которого есть пружины. И вот мы садимся всё время в одно место и прогибаем эти пружины. Эти вот, по сути дела, мимические морщины, вот эти вот всё, да, это те пружины, которые мы прогибаем. Что-то у меня волос какой-то. И как-то мы приехали в Японию, и нам презентацию, не в Японию, в Таиланд, и нас повезли на звенитную ферму. И очень красивая девушка, вот и вы, видимо, такая, как вы, с такими роскошными волосами, вот она вот так вот делала, и у неё эти волосы прям вот так вот. Мы сидели зачарованные, мы просто не могли в себя прийти от того, насколько она красивая. И вдруг она говорит, а вы знаете, почему у меня такие волосы, значит, ну и как бы, почему у меня кожа такая, а кожа вообще безупречная? Потому что я, говорит, мажусь змеиным кремом. Мы такие сидим, глаза вылупили. Она говорит, вы видели у змеи хоть одну морщину. Все так поднапряглись, ну, питона представили себе, да, и точно ни одной морщины. Ну, кто змею в морщинах видел? Вообще это невозможно, да? Она говорит, знаете, почему? Мы такие все, почему? Она говорит, а потому что змеиный коллаген самый лучший коллаген в мире. И она такая, волшебным движением, и вот у нас есть крем с коллагеном, а крем стоил что-то 170 долларов, что ли, ну, такая маленькая баночка коллагена, крема с коллагеном. Конечно, нас было 100 человек, мы все накупили себе кремы с коллагеном, едем в автобусе домой. Я сама сижу себе такая, думаю, Оль, ну ты что, дура, что ли? Ты дура, что ли? Вот прям, знаете, я была зачарована просто этой красотой. И думаю, ну как коллаген может проникнуть через кожу внутрь. Но это же невозможно. Ты же лимфолог, Оля. Кожа – это выделительный орган. И через нее вообще ничего не может проникнуть. Все только наружу. Эти фибробласы несчастные, которые вырабатывают вот эти вот косички коллагена, да, они просто должны получать сырье. Ну, никакой крем с коллагеном, никакие там, ну это, ну это просто... Величина молекул, она просто не проникает. Конечно, конечно, Ирочка. Но мы настолько все хотим быть красивыми, мы настолько доверчивые, мы настолько впечатлительные, что когда мы видим красивую женщину... На лицо все, что угодно. Да-да-да-да. Рать своей красоты, особенно когда вот мне за 60 уже как бы давно, да. И вот, ну конечно, я верю во все чудесные сказки, особенно в сказке про коллаген. И я просто, знаешь, вот, ну верю в это во все. И что в итоге? Мазалась я, мазалась этим коллагеном, значит, вот мажусь, мажусь, и сама себе думала, ой, ну ты дура. Но крем хороший, запах отличный, текстура прекрасная. Ну, ну приятно, да. Зато вы какую выручку сделали этому заводу? Молшебно. Мы на 100 тысяч долларов, наверное, очень напокупали, потому что нас было очень много. И вот с тех пор у меня в голове вот эта вот мысль. Так, надо как-то внутренний свой коллаген, значит, подхлестнуть. Ну я начала изучать все способы, которые вроде бы стимулируют этот коллаген. Всякие лазерные примочки, прибамбасы. Там кто-то ударяет по этим клеткам, кто-то еще что-то делает. И, ну от этого клетки не будут быстрее работать. Ну 100%, им нужно сырье. И через несколько лет, ну 4 года, мы попадаем в Японию. И тут все встало на свои места. Вообще все встало. Японцы едят коллаген. Вообще, они не просто едят его. Они едят его, начиная с 25 лет. Я вообще... Мы с Ольгой Алексеем не договаривались. Да, да. С 25 лет они едят этот коллаген. Причем в 25 лет еще, ну понятно, никаких морщин нет. Понятно, свой коллаген выработает. Но они считают, что чем раньше начнешь, тем лучше будет, ну вообще, состояние старости. Будущее, да? Да, да. И когда мы видели пожилых ребенок, которым за 100 уже, за 100, не за 60, мы по сравнению с ними вообще девочки, да? Им за 100. лицо, то у них лицо, но абсолютно другого качества. Мы когда летели на корейском самолете в Дубае, настолько красивые корейские, кореянские вот эти вот стюардессы, да, но весь Восток ест коллаген. В общем, короче, мы уехали с чемоданами коллагена. Причем купили это все в аэропорту, потому что в городе этого коллагена вот так вот, ну просто пошел и купил коллаген, не найдешь. А вот на вылете в аэропорту, и тогда еще я поняла, что коллаген бывает разным. Он бывает куринный, он бывает растительный, он бывает, значит, просто животный, он бывает сухожильный, он бывает желатин, то есть это недоколлаген. Желатин – это крупные молекулы коллагена, раздробленные каким-то образом, но бывает вот самый мелкий коллаген, вот прямо молекулы пептидного коллагена, вот приблизительно такие. Это у меня последняя бутылочка, но я выпила только половину, я с мамой поделилась, потому что у меня маме 88 лет, и вот я тоже хочу, чтобы у нее не было ни одной морщины. Вот мы с ней как-то. А я становиться, он настолько вкусный, я вместо одной банки по три иногда в день выпиваю, настолько вкусно. Да, кстати, я когда-то была в Эмиратах, в Дубае еще, да, в Эмиратах, и в свое время купила вот такой вот проколлаген. Он был безумно дорогой, то есть я даже не помню, сколько он стоил, но точно вот, ну за 200 точно, очень дорого, не могу вспомнить сколько. И когда я посмотрела, у меня осталась одна штучка, вот такая вот проколлагеновая история, я смотрю, что вот такая маленькая, 10 тысяч единиц. А у нас вот такая вот, и тоже 10 тысяч единиц. То есть практически вот это лучшая швейцарская, шведская, значит, коллагеновая история. Потому что я с этих моментов после Японии я очень-очень дружу с коллагеном. Ну прям вот реально дружу. И я, главное, чувствую, что, ну я вижу эффект. Ну, во-первых, я в жизни не делала ни одного укола. Вот вообще никогда. Ни мезотерапии, ничего не делала. Не потому что я вот противница какая-то такая, да, ужас. Хотя я ботокс не люблю, никому не рекомендую. Но я просто боюсь уколов. Я вообще, я панически боюсь всякой боли. Вообще не переношу ее. Поэтому даже когда, если бы мне посоветовал бы кто-нибудь, что вам надо сделать там уколы, вот тут что-нибудь такое придумать. Вот у меня морщина, она у меня там, не знаю, с 15 лет, да. Меня это вообще как-то никак не волнует. Вообще даже не волнует. И у косметолога я последний раз была, ну, может, приблизительно, ну, может, два года назад. Ну, вот как раз до локдауна. То есть я вообще ничего не делала. Ни одного укола. Я даже массаж два года уже не делала. Ольга Алексеевна, девочка, может, сколько вам лет? Мне 62 года. Мне 62 года. У меня внучке было позавчера 15 лет. То есть она меня не зовет баба, но как-то у нее язык не поворачивается. Она меня зовет Оля просто. Да. Ну, видимо, у нее как-то... У нас еще бабушке 88 лет. Вот это у нее баба. А меня она зовет просто Оля. Я говорю, просто Маша, зовите меня так. Ну, во всяком случае, я не вижу глобальных, колоссальных каких-то, знаешь, признаков обвисания, признаков старения. Но что я могу сказать? Я вот этот коллаген ждала, как манну небесную. Мы его все очень ждали, потому что я в первой части нашего эфира девочкам говорила, что за что я уважаю международную компанию «Коралловый клуб», так это за то, что она впереди, как говорится, всех инноваций, впереди всех нововведений, всех последних тенденций. И мы очень ждали этого коллагена, и компания сделала лучший, я не побоюсь этого слова, лучший в мире коллаген. Во-первых, форма, сама вот эта по себе жидкая. Во-вторых, количество единиц действующего вещества, что естественно, и то, что он вкусный, потому что живой коллаген, его пить, это вообще еще гадость, гадость та еще. Да, СД похоже, это вообще совершенно невозможно выпить. Причем коллагену бывает огромное количество форм. Бывает 1000 единиц, 2000 единиц, 3000, 4000, 5000, 5000, 5000, 5000, вот это 10 тысяч единиц. В коллаген обязательно должен быть добавлен витамин С. Коллаген может быть порошкообразный, разный, то есть у меня как бы есть несколько видов коллагена, но когда я вот уже беру коллаген, я уже понимаю, что вот он должен быть вот такой, потому что на самом деле, кстати, Ир, очень важная такая деталь, на лице он не проявится, пока не наполнятся внутренние органы. Совершенно верно. Да, я подозреваю, что у меня наполняется позвоночник, суставы, потому что вот, скажем так, у меня лицо выглядит бодрее, ну, чем, например, вот, допустим, та же самая кожа, потому что, ну, все равно как бы возраста, возраст, ничего тут не придумаешь, да, и вот когда я начала пить, вот уже практически две недели я пью, я чувствую, что у меня все как-то вот, ну, знаешь, оно подбирается немножечко, то есть становится таким более плотным. Не делилось? У меня на тренировке, например, колени начали хрустеть поменьше, или вообще даже не слышу, а то такой треск стоял, когда приседал вообще. Поэтому я говорил в первом эфире, что коллаген, естественно, в первую очередь ввёт в те органы, которые нуждаются, потому что красота – это уже вторично для организма, самое главное – здоровье. Поэтому он восстанавливает там, где дырки. Да, ну, что самое интересное, кожа – это кожа, это я понимаю, но у женщин колоссальное количество проблем от внутренних связок. Это матка, это мочевой пузырь, это яичники, это почки, особенно у худеньких девочек, потому что почки обвисают просто, ну, опускаются. Колоссальная проблема с коллагеном – это диски межпозвоночные, это связки, это вот как раз колени, потому что когда мы ходим на каблуках, мы, естественно, нарушаем всю биомеханику позвоночника. То есть мы переходим на, ну, скажем так, на пальцы стопы, а упор, тело оттягиваем назад. И в результате у нас деформируется вся вот эта вот позвоночная структура. И ты, наверное, смотрела по поездам по этим, да, что позвоночник не стоит друг на друге, а висит на связках. И вот это вот очень-очень важно, потому что вот эти боли в спине, это всё связано с соединительной тканью. Причём бывают случаи, когда у человека диски вообще в дребезге, грыжи там всё, а болей никаких нет. А бывают случаи, когда у женщин просто болит спина, вот реально болит спина. Не согнуться, не разогнуться, тяжести поднимать не может. То есть особенно наклонилась к ванне, что-то там простирать или помыть ванну, уже разогнуться не может. То есть вот эти вот боли, такие непонятные. Человек обследуется, всё нормально, никаких серьёзных проблем нету, а боли есть. Боли в коленях, боли в руках. Сейчас огромная проблема связки кистей. Ну, ты, наверное, как стоматолог можешь сказать, что вот это вот положение, да, всякие вот эти тенд... Да, вот она. Косточка тоже, да, тендовогениты. Кстати, Ир, у меня, видимо, от айфона, потому что я отвечаю, я в день отвечаю где-то приблизительно на 600 смс, да. У меня даже вот такая штучка на айфоне есть, и я держу её вот так вот. Но всё равно это место напряжено. И когда я пришла к врачу, к лучшему врачу, ГИТО в нижнем ноге, говорю, у меня болит вот этот палец. Он мне сделал рентген, и говорит, ой, у вас начинается артрит. Я говорю, а почему? Он говорит, и я сама посмотрела, у меня этот палец вышел вот здесь из своей луночки. И он говорит, давайте отрежем, вот здесь уберём одну косточку, что-то представляет меня лучший палец. А папа отрежем, да? Который боится палец. Давайте, говорит, отрежем, уберём вот эту косточку, вот здесь делаем пружинку такую, значит, поставим, и этой пружинкой, значит, сюда приделаем. Я так на него посмотрела, говорю, ну хорошо, давайте, но мне надо подготовиться морально и физически, потому что я никаких пружинок себе вообще ставить не собираюсь. И я начала каким-то образом разминать вот это всё. И постепенно, постепенно я вывернула этот палец, я его размяла, я его укрепила. То есть, по сути дела, ну вот, вот эти вот вещи, лучезапясные вот эти дела. Гимнастика и питание для клеток. Да. Ольга, здесь вопрос, ну, во-первых, значит, про желатин, желатин и агар-агар, говорила я в первом эфире, ну, и про холодец тоже. Что вы слышали? про приём желатина, агар-агара, либо холодца. Ваше мнение? Ты знаешь, скажем так, можно. Можно, если сравнивать это с приёмом, качественно... Агар-агар, если нет коллагена. Если есть коллаген, то в холодце не имеет вообще никакого смысла в принципе. Вот вообще нет смысла. Вот я как раз в конце предупреждения эфира, ну, личное своё мнение сказала. Конечно, вот костный бульон считается одним из лучших по содержанию коллагена натуральных продуктов, да, которые мы употребляем в пищу. Но, во-первых, костный бульон, настоящий, он варится больше 4 часов. При нагревании белок денатурирует. Да. Какие, во-первых, там написано было в интернете, что там содержится много ещё витаминов. Какие витамины? 4 чайки печенья. Ну, конечно, это очень вкусно, это очень полезно. И если мы живём где-то в какой-то глухой деревне, где нет ничего не биологически активных добавок, конечно, холодец, костный бульон, это как вариант. Но если сравнивать и ставить на чашу весов, пить коллаген, либо... Сколько вы холодца съедите? Вот вопрос, чтобы определённое количество единиц вот этих коллагена попало в ваши клетки. Ну, сколько нужно съесть холодца? Значит, только, во-первых, мы не съедим, во-вторых, он не попадёт. Конечно, не попадёт. Значит, там больше будет даже, там будет просто сырьё. Причём, вот коллаген состоит из двух аминокислот, пролин и лизин. Аминокислота пролин, она заменимая, и мы можем её получить из холодца, потому что даже разрушенная, она в нашем организме синтезируется. Лизин, это незаменимое, аминокислота. Это совершенно уникальная кислота, которая формирует основы эластина и коллагена. Так вот, незаменимая аминокислота к нам должна попасть в полностью нативном состоянии, потому что иначе коллаген будет рыхлый, иначе он будет неэластичный, иначе он будет, он битый будет. То есть, вот представьте себе битый кабель, да, вот представьте себе зарядку там для айфона, которая уже потрёпанная вся. Вот, коллаген будет приблизительно такой же потрёпанный, потому что лизин, это чрезвычайно сложно получить. Любое мясо, любая рыба, яйца, всё, что мы сварили, это будет идти, так сказать, ну, на выброс. Я, честно говоря, даже представить не могу, откуда мы можем взять коллаген, если мы не будем принимать добавку. Ну, вот первый вариант, сырая рыба. Второй вариант, сырое мясо хе. Третий вариант, ну, допустим, яйца пашот, но если мы умеем их готовить, кстати, японцы едят только яйца пашот. То есть, это даже не смятка, а это ещё, так сказать, ну, эксклюзивный способ приготовления этих яиц, когда, кстати, в яйцах желток – это белок, в котором содержатся аминокислоты, а белок – это сахар, потому что в желтке зародыш развивается, из него получается цыплёнок, да, а белком этот зародыш питается для того, чтобы, ну, выжить, по сути дела. Поэтому мы яйца испортили раз и навсегда, вот мы делаем окрошку, ну, вот какие-то блюда делаем, у нас яйца варёные, вороньи яйца, да, так вот эти вороньи яйца можно сразу выбрасывать, потому что там ничего полезного для организма нет в принципе. имеет смысл только сырой желток, либо каким-то способом приготовленный, даже яичница не имеет смысла, потому что, ну, вот глазунья ещё может быть как-то, а вот это вот перемешанные все эти омлеты, это всё бессмыслится полное. То есть, там нету этих белков, нету этих аминокислот. Теперь, что ещё очень важно? Очень важно, чтобы, во-первых, это были аминокислоты определённого качества. Есть ещё одна аминокислота, кератин, которая кожа, волосы, вот эти все, значит, чешуйки и всё такое, да, она тоже, это цистеин аминокислота. И цистеин, хотя является заменимой, но её вот так вот просто съесть невозможно. Очень сложно получить из пищи, конечно. И очень сложно получить из пищи. И причём ещё для синтеза коллагена нужен целый блок витаминов. Витамин В1, витамин В6, обязательно нужен витамин С, обязательно нужен витамин А, витамин Е, ну то есть плюс минералы, должна быть щелочная среда в организме, калий, магний нужен, обязательно нужен цинк, потому что на определённом этапе он встраивается в эти цепочки. И когда нету ни коллагена, ни цинка, ни витамина С, структура организма просто разрушается. И первое разрушается фасции. То есть вот эти вот скользящие друг друга плёнки, вот мы как будто упакованы в целлофановые пакетики внутри, да? Мы как сосиски. Да, мы как сосиски вот в этих обёрточках, но дело в том, что для меня явилось удивительным то, я не знала, что это одна фасция. Я думала, что это много, фасции разных. Ну вот когда мы режем курицу, да, если мы возьмём вот там, ну вот это начнём плёнку вытягивать, то мы можем из всей курицы эту плёнку вытянуть. Вот это, кстати, большая проблема эту плёнку отделить от неё, да? Так вот, у человека вот эта вот плёнка, она полностью состоит из соединительной ткани. Это тоже вот эти коллагены. Кстати, в ней 80% воды. Вот почему воду надо пить, да? Вода и белок, вода и белок. То есть я когда-то 20 лет назад, когда начинала Академию здоровья, говорила, придёт время, когда люди прочухают, что витамины, минералы, там, глюкоза, жирные кислоты, это всё нужно, но это не основа питания. Основа питания это белок. Кстати, фасция вот эта вот вся весит 17 килограмм. Можете себе представить? Вообще шок. То есть вот если все фасции взвесить, они будут весить 17 килограмм. И по сути дела фасция это наша гибкость. Это наша эластичность. Поэтому нам не нужен никакой бег вообще в принципе. Нам нужна растяжка всем. Растяжка. Причём стретчинг вот этот вот, он должен, ну просто, вот йоги, кстати, делают это. То есть вот йоги делают стретчинг. Я когда ездила в Индию, я в Индии достаточно долго была, почти, ну, три недели, первое время я вообще не могла гнуться. Ну, то есть я не могла голову так вот и ногу заложить туда, куда они закладывали. А уже к концу у меня это получалось вообще быстрее всего. Ну, я вообще мастер спорта по гимнастике и, ну, сто лет назад была, да? И, конечно, у них температура 40 градусов и влажность 60. И мышцы становятся эластичными, но я думала, что это мышцы, это вообще не мышцы. Это, вот это фасция и связки. Восточная медицина, она вообще очень мудрая. Вот, ты понимаешь, она мудрая, но они нам не сказали очень много. Я начинала свою деятельность как врач-иглотерапевт. И я училась в Китае. Мой учитель, это Вагралик, это человек, который первый привез в Россию иглорефлексотерапию. Это мой учитель, я у него училась, да? Много-много лет назад. Он уже давно не живет в этом мире. И весь смысл заключался в том, что я достаточно долго, лет 10 занималась иглорефлексотерапией, и у меня были потрясающие результаты. Ну, просто невероятные. То есть одной иголкой я могла прям, ну, я не знаю, чудеса какие-то творить. Но когда я узнала, что существует энергия четырех морей, и китайцы нам не передали о них никаких сведений. И вот одно из морей, это соединительная ткань. Вот эти фасции. Еще одно море, это лимфа. Еще одно море, это межклеточная жидкость. Гиалуроновая кислота, по сути дела, да? Кстати, гиалуроновая кислота, это история, которой надо заниматься просто реально. Вот представь себе, что между клетками, ну, ты, конечно, знаешь, я для наших слушателей говорю, налит гель. И одна молекула гиалуроновой кислоты держит, по-моему, 240 или 280 молекул воды. Она такая, как веточка, мимозы, и на ней вода сидит такими вот грозьями. И между этими веточками вот так вот протянут коллаген. То есть, вот что такое тургор нашей ткани? Это вот эти вот веточки, это и мимозы, условно говоря, гиалуроновой кислоты, и пронизанные эластином и коллагеном. Так вот у нас уже эластин, как резинка. Да, эфире картиночку, как там волокна коллагена, эластины между ними и гиалуроновая кислота. И вот это именно это дает подушку тургор кожи. Да, 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 так вот, вот здесь у нас матрас, вот этот матрас, вот сколько его не прожимай, он должен вернуться назад. И вот это вот коллаген. Я бы сказала так, что у нас сейчас в компании есть клеточное питание, все, вот все, что нужно, 47 питательных веществ, незаменимых. У нас есть коллаген, у нас есть гиалуроновая кислота. Биалурон, Биалурон, да. Причем пищевая. Кстати, с гиалуроновой кислотой там вообще удивительная история. Ее разработал ветеринар. Он занимался элитными лошадями, лошадьми, и лошадь, если стукнет копыта, все, это уже, ну, как бы списанная лошадь. А она стоит, лошади, скаковые, стоят, ну, миллионы долларов. И когда они бегут с барьерами, именуются всякими препятствиями, они очень часто травмируют именно копыта, именно колени, именно связки. И вот он разработал для них совершенно уникальную вот эту форму белурона, и сначала он опробовал ее на лошадях. То есть, а лошадь же она врать не будет, если у нее колено болит, она просто не встанет, никуда не побежит. Это мы там, у нас все болит, там мы идем на работу, здрасте, здрасте, вот и все, да. А с животными у них все просто. И ветеринары, кстати, ушли точно на сто лет вперед нас. Вот точно на сто лет. У меня вон кошка лежит, вон там спит, лысая принцесса. Она утром встает, съедает свои шарики, в которых 65 ингредиентов, включая весь белок. Вот представь себе, у кошек есть линейка для лысых, для копанных котов, вот прям линейка для кастрированных котов, линейка для жирных котов, кастрированных тоже, да, линейка для кошек, которым за 5 лет, для кошек, которые кастрированы, для кошек, которым за 10 лет, для котят молоденьких, у них есть для кошек линейка, значит, у которых больные почки, для кошек с лишним весом, то есть я когда захожу вот в этот зооветеринарный магазин, они... Да, функциональное питание, все, что нужно. Да, да. Причем различается именно состав белка. Я изучила, потому что у меня в течение 30 лет не было кошки. И вот тут у меня эта лысая красавица показалась. Какой фирмы корм для вашей кошки? Royal Canin. Это достаточно дорогая форма. Я вот ей покупаю пакетики такие. Она у меня такая гурманка. Одно не ест, потом второе не ест. Короче, у меня один пакетик стоит 100 рублей для нее. Просто вообще. Ольга Алексеевна, а вы видите комментарии, да? Я вижу. Ага, тут просто вот девушка еще. Я не поняла про наш коллаген, она сказала, коралловский. Но в этом коллагене имеется алкоголь. Что вы на это скажете? В нашем не имеется алкоголь. В нашем коллагене алкоголя нет, это 100%. Ну, вы, наверное, решили за счет того, что он жидкий. Просто жидкий коллаген, почему он самый дорогой считается и самый легко усваиваемый? Потому что, ну, я в первом эфире говорила, что, во-первых, это сложность процесса самого получить именно из рыб, которые свободно плавают, а не в каком-то там грязном бассейне выращены, да? Из кожи рыб – это технологически сложный процесс, чтобы разделить этот белок, то есть процесс гидролизации. И почему у нас бутылочки, они стеклянные? Для того, чтобы он хранился, а для того, чтобы он хранился, там еще включены такие вещества, которые, ну, вообще это консерванты, потому что… Витамин С в данном случае консервант очень сильный здесь. Витамин С консервант здесь очень сильный. Да, витамин С консервант. То есть это же нужно сохранить, потому что коллаген – это белок, он очень быстро портится. Поэтому, ну, алкоголя здесь точно нет. Нет, алкоголя здесь нет, они очень плотно закрыты, здесь практически вакуум. Вот я когда открываю, я полчаса открываю вот эту штуку с трудом, с большим трудом, да? Во-первых, во-вторых, он налит под завязку, он не колеблется. Это стерильные условия. Да, это стерильные условия. Чего он такой еще дорогой? Для него созданы в этой стеклянной паночке стерильные условия. Это недорогой. Это из линейки Супер ВИП Премиум самый дешевый в мире. Вот если мы сейчас сравним его с коллагенами, с Голд коллагеном, то есть некоторые месячные нормы стоят 76 тысяч рублей. То есть я хочу это сделать, но у меня просто времени не хватает сравнить все коллагены по цене и по качеству. Потому что вот одна бутылочка коллагена, допустим, ну допустим, я так на память даже не посчитаю, сейчас я посчитаю. Так, 11 часов разделить на 30. Одна бутылочка коллагена стоит 350 рублей, да? Но это еще учитывая, что минус 20% возврата, получается 300 рублей. 300 рублей одна бутылочка коллагена. То есть чашка кофе стоит 300 рублей. Чашка кофе стоит 300 рублей, да? То есть ценность коллагена, да, по сравнению с чашкой кофе, это приблизительно один к миллиону будет вот так, если по ценности брать, да? Потому что из коллагена состоит хрусталик, из коллагена состоят клапаны сердца. Можете себе представить? Клапаны сердца. То есть если клапаны сердца износились, то никакие морщины ни на каком лице вообще не актуальны. Понимаешь? Потому что клапаны сердца, перегородки, связки сердца, которые, так сказать, держат клапаны, потому что клапаны не сами по себе работают, они же работают при помощи связочного аппарата, их восстановить вообще невозможно никак. Только коллагеном. Только коллагеном. Так, еще здесь был вопрос, кому нельзя принимать коллаген? Это к вопросу, да, наверное, тут про инфекцию еще спрашивали. Для начала, конечно, нужно привести в порядок свой желудочно-кишечный тракт. Давайте сразу скажем, кому нельзя. Вот есть люди, их очень мало, ну где-то 0,5% есть, которые не переносят рыбу, вот вообще не переносят рыбу. Есть люди, у которых прямо аллергия, фиш-аллергия, да? Ну вот я думаю, что им тренироваться пока не стоит. Во всяком случае, пока они не приведут свой организм. Ну на рыбном имеется в виду коллагене. Могут пить другой. Нет, другой могут. Есть, кстати, растительный коллаген, но он по качеству совершенно... Опять же, в первой части, Ольга Алексеевна, смотри, мы прямо с вами в унисон не договариваемся. Я говорила о том, что, ну какие виды коллагена бывают, и о том, что растительный – это вообще не коллаген. Коллаген – это белок животного происхождения. То, что растительный – это не коллаген. Все, что угодно. Назовите, что угодно. Так, перебил какой-то может быть, они могут лизин откуда-то выделить, но это не коллаген 100%. То есть он получается другим совершенно способом. Совершенно другим способом. Так вот, кому еще нельзя коллаген? С кандидозом. С кандидозом? Ну, я к тому, что сначала нужно в порядок привести желудочно-кишечный трат хотя бы, потому что кандиду очень замечательно будет кушать наш коллаген. А вот ты знаешь, у кандиды ведь две степени. Она питается и углеводами, и белками. И, по сути дела, тут не вопрос «куплю билет и не поеду». Тут вопрос, чтобы восстановилась слизистая желудочно-кишечного тракта. И вот если уже мы говорим, что не кормить кандиду, то это точно не белки. Вот кандиду не надо кормить. Первое – хлеб. Второе – дрожжи. Третье – сахар. Вот это точно давать нельзя. Картошка на четвертом месте. Я сейчас готовлю антикандидозный протокол. Думала так в легкую сделать. А в общем в легкую, короче, не получилось. Я засела. И уже сижу месяц с этим кандидозным протоколом, потому что я такая личность очень перфекционная. И если я получаю сведения, я перевела все, что можно перевести в мире по кандиду. Со всех языков, с которыми я смогла, так сказать, разобраться. И у меня уже как бы сформирована по кандиде книга приблизительно на 300 страниц. И мне сегодня позвонила одна доктор. Говорит, слушай, попыталась что-то в интернете про кандиду найти, вообще ничего нет. Я говорю, слушай, я тебе сейчас все вышлю. Потому что это то, что придет нас утилизировать. И все думают, а, какая-то молочница там, что-то там выделить из влагалища. То есть кандида – это история, которая сделает аллергию и аутоиммунное состояние. А вот аутоиммунное состояние – это аутоиммунный тиреидит, это бронхиальная астма, это псориаз, это нейродермит, это сахарный диабет, это заболевание суставов, это ревматоидный артрит. То есть вот кандида, она в эту сторону пошла, понимаете? И поэтому следующий как бы у меня план в Академии – это идет антикандидозный протокол. Поэтому я бы не сказала, что с кандидой нельзя пить белок. Лучше не есть картошку, сахар, булки, хлеб и пшеницу. Потому что белок у кандиды, он на последнем месте стоит, ей нужны углеводы, то есть она растет углеводами. Хотя у нее есть там в составе ее белки, но в основном у нее идет углеводы. Вот что я еще, Ира, хотела сказать. Значит, сейчас очень большое количество людей протезируется, ставят импланты, ну согласна, да? И женщины, сейчас огромное количество женщин занимаются зубами. Вот прям, ну прям, все красивые женщины занимаются своими зубами, да? Так вот, без коллагена, без коллагена, никаких зарастаний вот этих вот ничего не произойдет. То есть это чисто, скажем так, связочные вот эти все аппараты. Если вы проводите операцию имплантации, то никакой, ну вернее как, интеграция, вот имплантат, он же срастается с костной тканью. Если у вас будет достаточное количество белка, и в частности коллаген вы будете принимать, у вас зарастет все на раз-два. Мы с вами, да, предвосхищаем некоторые, просто листаю вопросы, мы с вами прямо вот наперед отвечаем. Знаете, я на вас смотрю, зачарованные вопросы, читаю так уже. Очень нужный эфир, вот пишут, кандида любит молочные продукты. Нет, кандида молочные продукты ей, кандида любит булки, сахар, картошку, хлеб, а молочные продукты, они состоят из кандиды. Если вы имеете в виду, например, какой-нибудь кефир, то в нем уже есть грибок, то есть он грибкового происхождения, поэтому он просто помогает кандиде развиваться, а любит кандида сахар в основном, ей нужны угли. Девочки здесь пишут, мы считали голод, ну коллаген голод, в 7 раз дороже кораллового. Да, да, Ира, я подтверждаю абсолютно точно, 75 тысяч. Это равно сравнивают этот коллаген с сухим. Ну это да. Нет, это вообще, вот представьте себе, сухой коллаген, ну вот знаете, это можно, вот сухое вино, сухое вино и шампанское, вот сравните приблизительно вот так вот, да, но это вообще, это небо и земля. Во-первых, сухой коллаген должен еще и ожить, что называется, ведь молекула белка на 80% состоит из воды. То есть, когда из нее воду убирают, то полностью ее пространственная структура разрушается. Вот тот, кто пил этот коллаген, это практически слизь, то есть вот это белковая такая слизь. Кстати, кстати, чтобы расщепить коллаген, вот представьте себе, берется шкура рыбы, не чешуя, естественно, а вот камбал увидели, да, у нее, ну условно говоря, ну какой-нибудь другой рыбы. И вот то, что под чешуей вот эта вот шкура, которая защищает ее, да, так вот его извлекают путем ферментирования, то есть ферментного расщепления. То есть не повреждая сами молекулы, они расстригаются ферментами на очень такие маленькие молекулы. И когда мы их принимаем, они у нас выстраиваются в нашем образе подобия. Потому что, во-первых, длинная молекула, желатина, не пройдет через кишечную стенку. Вообще не пройдет, в принципе не пройдет. То есть она зайдет и выйдет неповрежденной. Во-вторых, наш организм не принимает чужие белки без расщепления. Это 100%. Потому что, вот, например, мы едим, ну, допустим, не коллагена, а свинину. Ну, к примеру. Так вот, если мы чужой белок пропустим, наш белок потеряет свою специфичность. Поэтому мы белок свинины расщепляем до пептидов. Но у нас это на 90% не получается. Потому что это очень сложно. Амилазы белковые, протеиназы разные, вот эти вот ферменты, которые расщепляют белок, это очень сложная история. Это не такая простая история, расщепить белок. И поэтому мясо у нас переваривается, усваивается на 18% где-то. То есть 18%, вот сколько надо съесть мяса, чтобы 18% получить, да? Здесь 100% усвоение. Это же то же самое, как говорят, как говорится, наш самый, один из сильнейших антиоксидантов, ресвератрол, который содержится в красном вине. Так вы представляете, сколько этого красного вина нужно выпить, чтобы получить эту дозу, этого антиоксиданта? То же самое и здесь. Сколько нужно холодца или там желатина? Ну это вообще даже вещи несовместимые. Желатин не встанет. Он не встанет ни в кожу, никуда. И тем более, нам надо набрать 25 типов коллагена. Типов. То есть коллаген коллагену рознь. Коллаген, из которого состоят хрящи, кости и кожа, это не тот коллаген, из которого состоит хрусталик глаза и клапаны сердца. Это другой коллаген. А, кстати, Ира, ведь еще сосуды. Конечно. Ведь сосуды это тоже соединительная ткань. То есть соединительная ткань, это ткань, которая соединяет все. Соединяет. Мы бы были просто бульончиком, если бы нас все это не соединяло. Мы бы плавали. Мы бы не хотели, и мы бы не ощущали свою руку, свое тело, свою голову. Мы как эти аминогу бы плавали. А коллаген все это скрепляет как связующий материал. Соединительная ткань, все соединяет в единстве. Вообще самая большая проблема мира, это где взять аминокислоты. Их 22, но из них 7 незаменимых. Вот и главное незаменимое, это лизин. Ну, метионин тоже очень важна, да, трептофан важна для настроения, серотонин из нее делается. Но лизин это вот прямо наше все. Кстати, с коллагеном, ведь она не такая давняя. То есть 10 лет назад мы про коллаген вообще еще ничего не слышали. Да, да, вот на обучении тоже недавно нам как раз рассказывали, что бум начался на коллаген где-то в 2013 году начались вот эти вот исследования. И, кстати, девочке уже подтвержденные исследования, и много исследований проводилось, и с эффектом плацебо на женщинах, на взрослых. Ну, то, что касается сейчас кожи. Там действительно те женщины, которые употребляли коллаген, и те женщины, которым давали пустышку, разница была колоссальная. По увлажненности кожи, через там месяц смотрели, по тургору, по тому, как расправлялись, не говорю, глубокие, мелкие морщинки, ну и по комфорту на коже. То есть все работает. Главное понимать, как это работает, и как это будет усваиваться, и что вы вообще принимаете. Здесь вопрос еще был по поводу, можно ли с аутоиммунными заболеваниями. Конечно. Можно, можно. С аутоиммунными заболеваниями рыбные пептиды вот эти вот можно, потому что желатин не стоит, потому что, во-первых, все равно не переварится, во-вторых, он выйдет, ну как бы, он не пройдет через кишечную стенку. А вот короткие пептиды, они пройдут. Вопрос еще, как часто пить коллаген? Вот, кстати, хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Значит, вообще рекомендуется провести два месячных курса приблизительно. Но, что я хочу сказать. Вопрос, с какой целью пьете. Вот, если, например, нужен быстрый эффект, то можно все 10 тысяч единиц пить. Но можно же пить и по 5 тысяч единиц, можно же пить и по 3 тысячи единиц. То есть здесь схем может быть много различных. Вот, например, можно ли пить ребенку, если у ребенка не растет, не растут сухожилия, если у него сколиоз, если у него слабые волосы, если у него слабые зубы и так далее. И ребенку можно пить, да? Вот кому как. Вот я, например, считаю, что пожилым людям, я себя не знаю уже относить, пожилым или нет, но, во всяком случае, людям, которые за 70, можно пить вообще по 5 тысяч единиц в режиме практически нон-стоп. Ну, как бы считается, что профилактическая доза антиэйджа это 5 тысяч единиц, а если, ну, как бы лечебная, а здесь у нас в одной бутылочке, можно сказать, лечебная доза, если заболевание суставов и связок, то это и 20 тысяч единиц. Если вы хотите действительно эффекты, если вы лечебного эффекта хотите добиться, а потом, пожалуйста, переходите на поддерживающую норму. Причем, знаете что, вот здесь такая существует, вот можно первые два курса выпить курсами, вот прям реально курсами, допустим, одну бутылочку в день. Если доза не лечебная, больше смысла как бы нет. 10 тысяч – это огромная доза. А потом можно пить в режиме раз в неделю, например, одну бутылочку. Или раз, например, в 10 дней, к примеру, две бутылочки. Ну, с каким-то интервалом для себя приемлемым. Ну, во-первых, еще цена, по сути дела, да, но вот у меня косметологи активизировались все, у меня большое количество, скажем так, дружественных косметологов, они просто вообще, вот, я не знаю, у них, например, у каждого косметолога там по 100 клиентов есть, да, и вот они сейчас будут проводить широкомасштабные эксперименты. Вот прям широкомасштабные. То есть прямо такие вот с достоверностью совсем. То есть и скоро мы это узнаем. Я думаю, что результаты будут уже где-то через два месяца, потому что, ну, он еще первый месяц у нас только. Он еще только у нас первый месяц. Ну, и уже очень много, очень много результатов и положительных отзывов о нем. Уже девочки даже читали. Тут такой интересный вопрос. Вы сказали, что коллагена нет в растительной пище. Почему тогда индусы, веганы не имеют проблемы с суставами? А вы спрашивали у этих индусов, веганов, имеют ли они проблемы с суставами? Проблемы вегетарианцев, у них очень много проблем, девочки, с суставами на самом деле. И они проявляются не сразу, они могут проявиться через 5, через 10 лет. Очень много людей, которые переходили на вегетарианство, чистое вегетарианство, и потом все-таки возвращались потихонечку. Ну, белок, он животный, он, в общем-то, незаменим. Незаменим. Можно, ну, это мое такое отношение, как всякого рода диетам и исключениям, да, в своем рационе. Но мы с вами состоим из животного белка. Растительный белок тоже, он великолепен, но, во-первых, они в анемии уходят глубокие, им очень потом тяжело вегану восстанавливаться. Лизин можно найти в растениях, лизин, но не коллаген, то есть 100% не коллаген. То есть можно найти отдельно пролин, где-то он будет, конечно. Можно найти отдельно лизин в водорослях, например. Существуют вот эти слизистые водоросли, да, в которых лизин, в принципе, может быть, да, но это будет не коллаген и это будет форма, которая, ну, достаточно… Кстати, индусы, между прочим, милк-вегетарианцы. Они не просто вегетарианцы, они милк-вегетарианцы. И молоко они употребляют. Они употребляют молоко, и поэтому коровы у них священные животные, мясо они не едят, но молоко они употребляют. Есть пискатерианцы, те, которые ничего не употребляют, кроме рыбы, рыбу употребляют, да. Есть у меня, например, моя дружественная структура, это Юрий Андреевич Фаролов, совершенно гениальный веган, но он настолько ориентируется в белках и аминокислотах, что он просто из растений может составить комбинацию, которая даст возможность синтезировать. Но что я хочу сказать, синтезировать можно, кстати, у нас бактерий ведь очень много в кишечнике, у нас килограмм или два бактерий, и когда бактерии отмирают, это по сути дела тоже аминокислоты, то есть если у вегана все в порядке с бактериями, то мертвые бактерии, которые убирают в нашем кишечнике, они тоже по сути дела коллаген, тот же самый коллаген. Кстати, сейчас рассматривается вопрос, очень серьезный вопрос, я, честно говоря, чуть не рухнула с дуба, мировая общественность рассматривает вопрос о легальном употреблении насекомых в пищу. Это вообще не рано шок. Это тудовые шелкопряды, это тараканы, тех, которых китайцы, значит, жарят, ну все, ну там в масле, да, то есть это опарыши какие-то, которые живут на биомассе, и знаешь, о чем идет речь? О том, чтобы порошок из этих червей добавлять в хлеб, в продукты, в йогурты. Это в какой стране рассматривается такой закон? Это в мире рассматривается. Это рассматривается, этот вопрос рассматривают те фирмы, которые нам поставляют йогурты, сметану и все такое. То есть сейчас на полном серьезе рассматривается возможность применения в пищу порошка из насекомых. Значит, что нам нужно в порошке из насекомых? Нам нужен, там нам нужен коллаген, там нам нужен хитин, коллаген, вот это вот все, понимаешь? То есть это огромное, ну, представляешь, опарыши вырастил, там, не знаю, контейнер. Выбирайте, что вы будете употреблять, порошок из насекомых или вкусный еще жидкий коллаген. Мы даже не узнаем, к сожалению, мы даже не узнаем. Да мы сейчас, по большому счету, много чего не знаем, что в наших продуктах содержится, и иной раз лучше даже и не знать, если честно. Вопрос еще о беременном. Можно? Можно, сто процентов. Конечно. Я скажу, что в продуктах питания, в наших, которые продаются, в супермаркетах везде коллагена нет. Вот коллагена нет там. Может быть, есть хрящи, например. Вот в Риге, например, любимое блюдо – это свиные уши. Копченые. Я никогда не могла кушать свиные уши копченые. Ну, вообще, ну, просто. Я как представлю, что это ухо было у свиньи, ну, я сразу не могу это есть, да. А наш холодец приготовлен не по правилам. Холодец должен быть из шкуры, паленой шкуры. Кстати, знаешь, какое любимое блюдо японцев? Я рухнула вообще с дуба. Значит, самое любимое блюдо у них – это свиные рульки. Мы когда были в Японии, был банкет огромный, дорогущий такой, знаешь, ну, прям невероятный. И сказали, сейчас будет гвоздь программы. И выносят такие подносы со свиными рульками. Это такие маленькие, ну, свинюшки нерождённые. Я вообще в шоке, да, вегетарианцем, наверное, буду. Значит, и вот эти рульки, они у них… Там мяса нет почти совсем. Там вот эта шкура, значит, косточка, ну, и чуть-чуть там где-то мяска внизу. Так вот, японцы первые набросились на эти рульки и все съели. Мы даже, мы даже как бы не попробовали. А? Деликатый. Деликатогеновый, да. Да, а кстати, знаешь, какое самое фирменное блюдо в Чехии? У нас есть в Чехии друг один, у него свой абсенбар. Самое любимое блюдо – это колено. Это они берут вот это вот колено, ну, говяжье, свиное там, лытку или копыта там, ну, что-то. Шесть часов они его варят, шесть часов. И подают прям, ну, вкусно, ну, вкусно невероятно. Это сказать, что вкусно – это ничего не сказать. А ведь что такое для организма вкусно? Что у организма не хватает, то он будет заготавливать. И поэтому они, эти колени, оно очень долго готовится, они его потребляют, ну, просто... У меня шлюнки побежали от этого колена. Да. Кстати, хаш. Кстати, хаш. Если хаш заморозить в холодильнике, это будет холодец. Вот хаш – это блюдо, которое с бодуна пьют на Востоке. То есть они этим хашем отпаиваются. Тоже соединительная ткань. В общем, так скромненько разные народы подъедают эту соединительную ткань под маркой каких-то супчиков, каких-то там ещё чего-то. И никто напрямую никогда не говорил, что это коллаген, что это эластин, что это такие вот эти вот истории. Вопросик, можно ли ребёнку с трансплантатом почки 10 лет? Коллаген? Нет необходимости. В детском возрасте коллаген нужен только тем, кто не растёт. Вот бывает, что человек пошёл в рост, подросток, да, и у него там колени болят, вот это. Вот здесь нужен коллаген, это болезнь соединительной ткани. А если у ребёнка, значит, если у него какие-то неопластические заболевания, аутоиммунные, то здесь нужен не коллаген, здесь нужны совершенно другие вещи. Ему нужна омега-360 жирные кислоты, ему нужен бурдок обязательно, ему нужна обязательно люцерна. Кстати, в люцерне практически весь набор аминокислот, в спирулине практически весь набор аминокислот. Но, что я скажу, люцерна для пожилых людей, она сгущает кровь. Спирулина для пожилых людей, ну, то есть для женщин, которым за 60, за 70 теперь уже, да, ну, за 60 это уже не пожилые, это уже, конечно, молодые. А вот тем, которым за 80, им уже зелени много нельзя, потому что матрица гемоглобина, вот это вот, хлорофилл, да, это уже идёт сильное сгущение крови. Поэтому, вот, я скажу так, для всех, да, 40 это лучший продукт из продуктов. Витамин С мы можем получить из лука, из чеснока, из яблок, там откуда, значит, витамин Е мы можем получить из растительного масла, там, не знаю. Вот мы всё можем откуда-то получить, вот всё можем откуда-то получить. Кальций мы можем получить из творога, магний мы можем получить из шпината, Ну, то есть, все минералы мы можем получить. А вот белок, вот белок, мы ниоткуда не можем получить, кроме как сырое мясо, сырая рыба, сырые яйца, сырое молоко, сырое молоко, сырая сметана, что я вам не советую ни в каком виде, потому что отравитесь мало не покажется. Дальше, сырые, сыры, вот типа сулугуни, типа мацони, типа вот моцарелла, вот это вот все, кефиры всякие. Но сразу скажу, что моцарелла – это кандида. То есть, ну, не кандида альбиканс, например, а оно – это кандида. Кстати, Ир, я сейчас пока готовилась к кандиде, выяснила, что появилась больничная инфекция кандида аурус, золотая кандида, смертность при которой 85%. Где она появилась? Она появилась уже во всех странах, во время ковида, как внутрибольничная инфекция, от применения антибиотиков. Вот я буду об этом рассказывать. То есть, это просто, если у кандида альбиканса, это молочница какая-то, вообще фигня, то вот кандида аурус, это сейчас, это просто бум-бум начинается. Не принимайте, девчонки, антибиотики бесконтрольно. То есть, если вы приняли один курс антибиотиков, то все хорош, больше нельзя, потому что либо вы не в ту сторону идете, потому что не надо принимать антибиотики, которые не работают, не помогают. То есть, обязательно надо советоваться с грамотным врачом и ни в коем случае не надо принимать. Потому что сейчас антибиотики стали как конфеты шоколадные. Каждый второй начинает кушать антибиотики. Да, даже не пациенты приходят, обычное удаление зуба. И как бы, ну я-то понимаю, что антибиотики я назначаю вообще в крайних случаях, когда там гнойна какая-то, жуткая инфекция или там отек, когда без этого не обойтись. А просто когда после обычного удаления зуба, и мне там женщина или бабушка говорит, а антибиотики, дочка! То есть, сами пациенты просят, потому что приучили к этому. Чуть что, да сами все себе назначают. У нас потому что они продаются без рецепта. Ага, где-то что-то заболело, а у нас люди не понимают иногда, что такое антибиотики, что это такое, что это против бактерий. И гробит себе всю микрофлору напрочь. Ирина, знаешь, мне что хочется? Мне не хочется, чтобы коллаген воспринимали как продукт только для молодости кожи. Потому что кожа – это 357-я серия здоровья. Да, да, да. Да, потому что за кожей можно по-разному ухаживать. Её можно там, так сказать, массировать, её можно, ну, что угодно с ней можно делать. А вот поухаживать надо за клапанами сердца, поухаживать надо за хрусталиком, поухаживать надо за периодонтом, парадонтом, вот этими делами. Потому что беззубая старуха без морщин – это тоже никому не интересно, понимаешь? То есть, в любом случае… Ну, и к тому же без зубов тут от морщин вообще никак не избавишься, потому что… Да, вот всё, тут вообще никак ничего не поднимешь и ничего. Колени. Оставляем зубы, девочки, у кого отсутствуют. При повышенном… Коже, да. Можно снять коллаген? При повышенном. Причём при повышенном сахаре? Можно? Можно, потому что здесь сахара нету, здесь стевия. Можно. Но второй вопрос, вот смотрите. Не надо сразу, например, выпивать бутылку целую. То есть, эту бутылку можно вообще на творог, ещё куда-нибудь. Да, в конце концов, её можно просто даже в чай. То есть, она будет чуть-чуть сладенькая, но чай должен быть просто травяной какой-нибудь. Например, бурдок или артишок, плюс туда коллагенчику добавил. Вот кто-то просто выпьет. Кто-то съест его с чем-нибудь. Потому что… Вот этот коллаген, его невозможно есть с чем-то. Его хочется пить и пить просто так вообще. Ну, смотри, для диабетики… Можно ли хранить… У него сладкий вкус будет вызывать шоковое состояние. Ну, то есть… Ну, здесь, девочки, натуральный подсластитель. Натуральный подсластитель, но сам вкус сладкий. Сам вкус сладкий. Кстати, здесь, для того, что цитрусовый он, он как бы это всё сглаживает. Ко мне сегодня утром пришёл массажист. Я ему, пока он меня массировал, я ему целый час читала лекцию про фасции. В конце концов, как повезло вашему массажисту. Обычно он мне лекции читает, а тут я ему целый час читала и рассказала всё про галакен. Он, конечно, обалдел. Говорит, а почему мы ничего не знаем про эту соединительную ткань, про эти фасции? Это вообще, говорит, бред какой-то. Я уже там 10-15 лет работаю массажистом, вообще первый раз слышу про то, что как бы фасция одна. То есть вот я скажу так, что внутри всё должно скользить. Вот прям скользить. Вот одно, второе, третье. И вот эти вот все движения. Вот это всё такое, да? А это всё коллаген. Это всё коллаген. Люди почему-то думают, что вся жизнь – это витамин С, допустим. Ну, какие-то ещё там, ну, витамины, минералы. Нет, на слуху витамины. Вот, а ведь у нас витаминчиков не хватает. И вопрос-то задают люди часто. А каких мне витамин, что мне попить? Каких витаминов? А иногда, ну, как бы, витамины – это очень важны. И они являются кофакторами очень многих нутриентов, которые необходимы. Но витамины – это энергия. А нам нужны энергии. Мы состоим из белка. Наше тело состоит из белка. Поэтому сырьё для молодости и красоты нашего тела – это тоже белок. Но это не белок свиньи, курицы, там, ещё кого-нибудь, да? А это наш собственный белок, который синтезирует наши собственные клетки. Но чтобы его синтезировать, сначала нужно насинтезировать соединительную ткань, арматуру, на которой, так сказать, вот это всё… На которую кожа… Вот представьте себе, что вешалка, а на неё натянут костюмчик, да? Так вот, наша кожа – это костюмчик, который висит на вешалке. А вешалку-то надо привести в порядок. Ещё подскажите ещё другие варианты качественного питьевого коллагена. Девчонки, вы можете это поискать, ну, в интернете, на том же самом Ахер. Мы рассказываем про тот коллаген с Ольгой Алексеевной, который пьём мы. Да, на самом деле фирм разных много, но я уверена, что… Как лучший коллаген мира? Самый лучший коллаген мира – Женева, Аур Аркас. Вот самый лучший коллаген мира. Цена безумная совершенно. Просто безумная. Ты спроси… У нас коллаген… То есть он позиционируется как самый лучший коллаген мира. У нас коллаген абсолютно идентичный и ещё лучше, потому что добавлены витамины, добавлены минералы, добавлен биотин. Биотин – это витамин, от которого зависит красота волос. А между прочим, слушайте, я за две недели уже чувствую, что у меня волосы как-то стали такие более толстые. У меня вообще волосы, они такие не толстые, они пушистые такие. А вот сейчас я смотрю, они прям такие утолщаются, прям реально. То есть объём увеличивается, да? Нет, толщина, не объём. Прям реально толщина, они становятся более, как это, более жёсткими. У меня вообще очень много волосов. Сейчас прям становятся более жёсткими. У тебя жёсткие волосы, у тебя как шёлковые такие, да? А у меня они такие, ну, вот такие. И они не укладываются у меня ничего. Если их закрутишь, они тоже раскручиваются такие. Сами себя живут своей жизнью. А сейчас я вот вижу, что они прямо, ну, прям реально улучшаются. Можно ли одновременно с биолуроном принимать коллаген? Вот хороший вопрос. Одновременно с биолуроном. Я думаю, надо по очереди. Почему? Потому что биолурон – это жидкость, гиалуроновая кислота, которая налита между клетками. Но сначала надо укрепить структуру. Потому что если пить вместе, если пить вместе, то биолурон пойдёт вперёд коллагена. А сначала должен зайти коллаген. Сначала должны уплотниться кости, перегородки, связки, фасции, сухожилия. Вот, кстати, сухожилия должны быть эластичными. Вот ахиллово сухожилия ещё какие-то, да? А потом уже набирать тургор. Потому что гиалуроновая кислота – это тургор. Если встанут волокна коллагена, то вторым этапом уже надо пить гиалуроновую кислоту. Потому что, во-первых, и это сладкое, и то сладкое. Я бы считала, что перебор сахара делать не надо. Но это не сахар, а сахаростевия, да? Но всё равно сладкий вкус, он, по сути дела, ведь сладости, они и закисляют, по сути дела. А для коллагена очень важна щелочная среда. То есть нам горечи нужны, по крупному счёту. И здоровая кислота. Вот, смотри, у меня псориаз прошёл на руках за 10 дней приёма коллагена. А хотите, я объясню, почему. Значит, когда живёт грибок, псориаз – это грибок в основном. Ну и наследственность. И плюс недостаток кератина в коже. То есть кожа становится, скажем так, некрепкая, неэластичная. И токсины, которые выходят, они её разрушают. Потому что целостность кожи, кожа должна быть как, ну, я не знаю, как хорошая целлофановая бумага. Пакет такой должен быть, да? Так вот, когда будете пить коллаген, кожа будет совершенно другого качества. Сама кожа. Вот не то, что морщины. Мы пьём в основном, чтобы морщин не было, да? А у нас же есть ещё мягкость. У нас есть ещё эластичность кожи. То есть у нас есть какие-то другие параметры. Например, толщина слоя вот этого кератинового. То есть, по сути дела, коллаген – это основа, это основа самой, так сказать. Вот есть эпидермис, а есть дерма. Так вот, дермы, по сути дела, прочность дермы. Поэтому, да, при герпесе тоже коллаген помогает из-за лизина. Вот какие у тебя продвинутые слушальницы. Какие, да? Вы знаете, лизин, у меня он, кстати, есть, я привозила из Арабских Эмиратов. Тоже собака так дорого стоит. Ну, просто вообще. Я 2000 долларов только уговорила. В Арабских Эмиратах мы оттуда вывезли то, что у нас нет. У нас же нет магазинов с БАДами, по сути дела, да? Ну, только вот компании, которые, так сказать, имеют возможность завоза в Россию, да? А в Америке, в Эмиратах… Вот мы заходим, и там 5000 биологических добавок, Ира. 5000, представляешь? Отдельно В1, В3, отдельно биотин. Вот прям хочется брать, 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 складывать, складывать, складывать. Ну, это бы туда. У меня сестра витамин В набирает всегда. Она берёт В1, В2, В3, В5, В9. Она прямо фанатка вот этих витаминов В. Все люди, которые понимают, они и видят качественный продукт. Вот лучше там не купишь себе какое-нибудь очередное платье или там блузку, да? Но витаминчиками и БАДами запасёшься. Особенно того, чего у нас нет. Хотя у нас есть практически всё, но в Коралловом Клубе. Да, пишут, есть ли противопоказания. Противопоказаний для белка, как таковых, нет. Но пока ещё обсуждается вопрос при онкологических заболеваниях. Но мы же при онкологических заболеваниях всё равно белки какие-то должны есть. Уж лучше, если это будет колген, чем мясо. Вот скажем так, да? То есть онкологическое заболевание само по себе очень плохо. Это просто отвратительная история. Но, тем не менее, всё равно организму соединительная ткань нужна. И лучше, чем проще мы её добудем, эта соединительная ткань, тем будет лучше. Постепенно я ещё... Кстати, у меня есть академия по соединительной ткани. На сайте butacov.info я её начитала. Первую академию 10 лет назад. Ир, у меня первая академия по соединительной ткани была 10 лет назад. И вторая у меня была год назад. И там прямо 8 часов про коллаген. Вот мы с тобой разговариваем, ну, допустим, там 40 минут или час. А это у меня 8 часов, и всё про коллаген. Но коллагена-то не было. Понимаешь? То есть я рассказывала, как из кубиков собрать коллаген. Где взять серу, где взять витамин B, где взять B6, B1, где взять фолиевую кислоту, где взять кальций. Потому что не было главного. Не было вот этого коллагена. Кстати, я знаю, что ещё. Я 50% фирм не доверяю. Потому что мы не можем проверить, что налито или насыпано в пакет. Там может быть насыпано молоко, а написано рыбий коллаген. И никто это, вот проверить это никто не может, и во всяком случае никто не будет проверять это. Особенно, ну, я, конечно, извиняюсь, но я вот не доверяю вот тем фирмам, которые сейчас коллаген же, это очень популярная тема. И появилось очень много коллагенов, как там биоколлаген. Мне, как блогеру, несколько компаний предлагали рекламировать этот коллаген. Но когда я читала, мой первый вопрос был, он не куриный, куриный, потому что, ну, девочки, ну, это к вопросу о том, насколько вы понимаете то, что вы пьёте, насколько вы себя любите. И, ну, как проходят сертификации у нас в России, я лучше промолчу. А здесь стандарт GMP. Это вам не шухры-мукры. Да, с коллагеном ошибиться нельзя. Можно ошибиться с витамином С, с магнием, с каким-нибудь. Это ничего не будет. А с коллагеном, ну, просто ничего не будет. Не будет эффекта. Я 20 лет назад работала с аптеками, и меня попросили вывезти на рынок продукт такой из аминокислот. И сказали, что Ольга Алексеевна, это потрясающий продукт, аминокислоты. 22 аминокислоты. Ну, я, как услышала слово аминокислоты, у меня как мантра такая. Аминокислоты. Где их взять? Значит, попробовала этот продукт. Значит, он мне показался вонючим каким-то. Ну, мне сказали, ну, аминокислоты, они всегда вонючие. Значит, Ольга Алексеевна, вы не обращайте внимания. Я говорю, из чего он сделан? Он говорит, это патент. Мы сейчас пока вам не можем сказать, из чего он сделан. Вы, пожалуйста, значит, потерпите немножечко. Мы запатентуем, потом вам скажем. Ну, я, значит, Риалам препарат назывался. Риалам. Я начала, значит, его продвигать. И потрясающий эффект был. То есть, раз, головная боль, там, волосы. Ну, всё, короче. И вдруг у меня заболела голова. И мне моя менеджер говорит, слушайте, а вы Риалам скушаете? Я беру эту таблетку Риалама, кладу её в рот, и у меня такое ощущение, что я съела что-то очень невкусное. Короче, ужас какой-то съела. Я звоню производителю, говорю, слушайте, вы уже запатентовались, скажите, из чего вы производите аминокислоты? Они такие, вы знаете, мы ещё не запатентовались. Я говорю, ну, хорошо, я тогда сама выясню. Я звоню своей подруге, она химикорганик. Я говорю, слушай, я тут продвигаю один препарат аминокислотный, из чего он состоит? Она говорит, ну, называй мне, говорит. Я говорю, я не знаю, но формула 22 аминокислоты. Она говорит, ну, первое, кровь. Я говорю, нет, не кровь, я бы кровь не стала продвигать, я спрашивала, говорю, это не кровь. Она такая, волосы. Я говорю, ты что с ума сошла? Нет, говорю, это не волосы. Она, кости. Я говорю, ну это же масло? Нет, не кости. Она говорит, связки. Я говорю, нет, не связки, потому что, если бы это был животный препарат, животного происхождения, я когда спросила у них, животные или растительные, они говорят, животноводческий продукт. Ну, то есть не убитая корова, условно говоря, дохлая, да, животноводческий продукт. И она мне говорит, Оль, ну тогда одно. Я говорю, что? Она говорит, навоз. Я говорю, ты что, с ума сошла? Она говорит, слушай, а где ты возьмёшь ещё столько аминокислот натуральных? То есть, ну а что ты, говорит, волнуешься так? Говорит, по мёд ели вообще, испокон веков там, им лечились. Я говорю, ты что хочешь сказать, что я по мёдом накормила? Говорю, полстраны. Она говорит, ну ты позвони ему знать. Я звоню ему, говорю, вы знаете, я, говорю, сделала анализ вашего продукта. Они такие, ну да, и что? Я говорю, вы знаете, он изготовлен из навоза. Они раз там замолчали нам в конце. Говорят, мы его гидролизировали. Представляешь? И на кислоты это проблема, их взять негде. Их взять негде. То есть, кости, хрящи, волосы, копыта, ну вот это вот всё, да, можно из копыт что-то там настругать, кровь, но остальное идёт молоко. Молоко просто там, вот и продукты, всё. То есть, больше аминокислот в нативном виде нигде не возьмёшь, ну и навоз ещё. Но рыбная шкура – это шкурка. Причём не вся ещё шкура подойдёт. Ну то есть, это всё сложно. Это всё сложно, как бы да. Если бы это было не сложно, его бы начали производить уже 40 лет назад. А его начали производить сейчас. Просто у нас на полках лежал, хотя я думаю, что не лежал бы. У нас, нашей стране невыгодно, чтобы у нас была здоровая нация. В Японии, в Японии 10 видов коллагена, 10 видов. И лежит в аэропорту. У нас ни одного. Ну если только я... А мы пополняем казну фармкомпаний. У нас чуть что в аптеку, за таблеточками. Ну сейчас, слава богу, люди начали просыпаться и понимать, что к чему. Потому что сейчас вот именно это wellness-индустрия, нутрициология. Это сейчас просто, я считаю, что как бы заря вот этих вот... Я нутрициологией занималась 20 лет. И я поняла, что это очень сложно. Потому что человек... Во-первых, это очень дорого. Безумно дорого есть органические продукты. Это просто нереально. Во-вторых, люди не умеют их готовить. Вот мне меньше всего... Я как нутрициолог начинала. У нас одно из первых в России был курс нутрициологии. В Институте дружбы народов. И продукт надо купить качественный. Его надо не отравить. А все продукты отравлены, по сути дела. Я тут помыла лимон. Помыла лимон. Ну просто у нас есть Alive такое средство. Я перед тем, как ласить в чай, помыла его. И положила в холодильник. На следующее утро я ахнула. Ну я не всегда мою лимоны, да? Но тут я помыла его с мылом. Прямо реально, да? Он весь сгнил. За одни сутки. То есть я смыла с него вот это вещество. И он прям ровно-ровно так сгнил. Прям просто вообще шок. Так ну а яблоки, они же у нас не червивиют. Они просто темными пятнами покрываются. А клубника? Мы ехали по Германии. И там клубничные поля. И наш представитель говорит, давайте купим клубники, остановимся. Я говорю, я не ем вашу клубнику. Она говорит, почему? Я говорю, она отравлена. Она такая, да ладно, не может быть. Я говорю, точно. Она говорит, давайте купим. Купила розеточку такую. Я взяла коралловую воду. А коралловая щелочная. И налила, ну просто в эту вот розеточку налила коралловой воды. Через пять минут клубника стала черная. Вся. Она говорит, ну что такое? Я говорю, она покрыта кислотой. Вообще смертельно опасной. Мы просто произвели реакцию нейтрализации, и кислота выпала в осадок, сделала с черного цвета. Поэтому если вы зальете клубнику, вот то, что вы покупаете сейчас щелочной водой, то это все мгновенно, ну будет, ну почернеет, короче. В общем, поэтому, чтобы заниматься нутрициологией, надо иметь органические продукты, надо уметь их готовить, надо понимать, чем их травят, чем их обеззараживают, ну и так далее, и так далее. Вот сметана сейчас стоит, не портится. Нормальный, да, среднестатистический человек не будет. Сметана не портится. Ну это нормальная сметана, молоко не портится. Курицы, вот курицу забудете на столе, она не сгниет, потому что она покрыта отравляющим составом, вот этим отравляющим веществом. Поэтому, чтобы коллаген синтезировался, нужны очень серьёзные условия. Во-первых, экологическое состояние печени. Ну, то есть много условий. 20 условий для синтеза коллагена нормального. И у нас ни одно условие из них не выполняется, к сожалению. Кстати, очень много отзывов от тех уже девушек, женщин, которые принимали коллаген. У кого-то вот даже, представляете, папиллома отвалилась на второй неделе приёма. Это волосы, да. Это лизин. Лизин – это самая наиммуннейшая аминокислота незаменимая. То есть наиммуннейшая, наиммуннейшая. То есть иммунитет от лизина прямо вот встаёт. Мне очень бы не хотелось, чтобы коллаген шёл как средство от морщин. Ну, потому что средство от морщин – это 55-я история. То есть это основа иммунитета, это основа соединительной ткани, это основа печёночного обмена. То есть про лизин можно вообще… Вот про метеанин можно читать два часа лекцию, про лизин тоже. Это аминокислота, который в России нет вообще. Ольга Алексеевна, так устроены женщины. Им скажешь заветную фразу. Это разглаживает морщины. Многие подумают там про состояние своего сердца, состояние там своих сосудов, хотя про сосуды. Ничего, что у вас матка висит между ног, да? Ничего, что у вас мочевой пузырь уже вообще не работает, не закрывается, не открывается, да? Главное, чтобы не было морщин на лице. Да, кстати, пирос – это тоже проблема же сосудов, и коллаген здесь как нельзя, кстати. Да, естественно. Ну, Ир, я змеиный коллаген, крем со змеиным коллагеном я прямо коробочку оставила, потому что… Ну, вот думаю, ну, Оль, ну ты совсем дура, что ли? Ну, какой крем, с каким коллагеном? Пробязательно то же самое, что крем с коэнзимом Q10. Ну, коэнзим Q10 – это фермент, который вообще производится нашим организмом, да? Ну, какой крем с коэнзимом Q10? Ну, чего смеяться? Как он войдет через кожу? Вот вы скажите, живой коллагена желеобразной формы. Ну, по-моему, мы уже про это тут говорили. Это сейчас маркетинговые тоже такие ходы. Это что-то в нашем же понимании натуральный, коллаген – это холодец. И вот начали изготавливать вот такие вот желеобразные дрожалки, типа коллаген. Ну, вот один из таких мне предлагали тоже продвигать, куриный оказался. Ну, извините, я этими вещами не занимаюсь, потому что я понимаю… Очень многие будут путать крахмал. Вот, например, если взять и сварить кисель, кисель, он тоже будет желеобразный. Но там не в сторону коллагена, там в сторону крахмала. Это вообще в другую сторону. То есть желатин и крахмал – это разные вещи. Вообще разные вещи. Вопрос еще. При онко можно принимать коллаген? Вот, я же этот вопрос как раз сказала. Я скажу так. При онко надо чем-то питаться все равно. Чем-то питаться надо. Поэтому я думаю, что можно. Может быть, не такую дозу, что, например, целая бутылочка, но по 3000 точно можно. По 3000 точно можно. Потому что у онкологического человека две проблемы. Первая проблема – как очистить организм от токсинов. И вторая проблема – как его накормить и чем его накормить. То есть если сырье будет поступать в чистом виде, при онкологии очень хорошо люцерна. Вот прям это, кстати, если сырой сок люцерна, это вообще противораковое средство. Очень многие вылечились. Но это сырой сок люцерна, да? Ну, таблетка люцерна, конечно, меньше действует. Но да. Это спирулина, это хлорелла, это вот эти вот зеленые белки, потому что тут уже не до свертывания крови, не до жиру быть бы живо, да? Но я думаю, что умеренные дозы, например, 1 третья бутылочки можно. 1 третья бутылочки можно. Сахар нельзя. Онкологические опухоли растут на сахаре. Опять же, так же, как грибы. Кстати, грибы, человек при онкологии умирает, собственно, не от самой опухоли, а от грибов, которые поедают эту опухоль. Потому что это вот тоже очень важно знать. Я стала замечать, что у меня, это я читаю комментарии, что у меня звездочки на ногах бледнее стали, наверное, на клапана работают. Но это от приема коллагена. Да, это, ну, во-первых, в лимфатической системе есть клапаны. Там же, если венозные клапаны, это вот такой клапан висит, и кровь заходит, и выше, заходит, и выше, то лимфатические клапаны, это дверь открывается. Снизу идёт лимфа, открывается ворота, пропускают, ворота закрываются, открывается, закрывается. То есть, по сути дела, вот этот вот механизм, это тоже коллаген. Девочки, трясающий, мне отменили операцию аневризма орты сердца после аварии. Жила с этим 20 лет. Я пою оду нашему коллагену. Вот. Представляете, девочки? Знаете, результатов будет чудесных вообще много. Другой вопрос, что они будут настолько несистемные, они будут во всех областях. У кого-то катаракта рассосётся, у кого-то глоукома уменьшится, у кого-то волосы начнут отрастать, у кого-то сердечная деятельность улучшится, у кого-то митральный порог ослабнет, у кого-то лимфа начнёт руцом, у кого-то матка поднимется. То есть, вот для коллагена что характерно? То есть, морщины, морщины у всех, все заметят морщины свои, да? Разглаженные морщины, это будет уже побочный эффект. Это по закону прецессии, это уже будет побочный эффект. А на самом деле, всё самое главное будет внутри. Ведь речь о том, насколько будет сильная сердечно-сосудистая система. А кожа – это уже 35-я серия нашего здоровья. Но, безусловно, она должна быть красивой, молодой, здоровой, никто не спорит. Но я бы сказала так, коллаген внутрь. Пусть сначала, даже если вы не заметите прямо какого-то омоложения на 15 лет, вот на 100% уверена, что внутри пройдёт омоложение. То есть, я бы сказала даже так, омолодимся сначала изнутри, потом, скажем так, результаты... Мы можем одновременно пьём коллаген и занимаемся фейс-фитнесом, гимнастикой для лица, и просто гимнастикой. Просто гимнастикой. Кстати, о птичках, Ира, самое главное. Мы самое главное не сказали. Друзья мои, если вы пьёте коллаген и не делаете гимнастику для тех моментов, куда вы хотите этот коллаген отправить. Кому нужна попа, приседайте для попы. Кому нужно лицо, делайте фейс-фитнес. Потому что коллаген... Делайте гимнастику для интимных мышц. Кому нужна, по сути дела, шея, в момент, когда вы пьёте коллаген, минимум 30 минут в день нужно делать упражнения для шеи. То есть, вот тот орган, куда вы хотите, чтобы направился коллаген, он должен работать. А для этого туда нужно направить кровоток. А для этого нужна физическая нагрузка. Вот сегодня утром в сториз я показывала свой ритуал. То есть, перед тем, как выпить коллаген, я сначала делала, ну там, гимнастику для лица и щепковый массаж, чтобы усилить кровоток, а потом коллагенчику. Тяпнула. Нет. И в лице. Я говорю, я вызвала своего массажиста, он говорит, что он так приспичило, вы же нормально себя чувствуете. Вот я говорю, слушай, попить коллаген. Я хочу, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности. Потому что, если он лезь, уйдёт в лицо, это как бы да, мне надо, чтобы вот прям по всей поверхности распределился. Тем более, фасции эти, они меня просто вообще, так сказать. Ну, понимаешь, Ир, если что-то не скользит, вот если что-то не скользит где-то внутри, у меня, честно говоря, руки вот эти запястья начали. Это связано, в общем-то, с айфоном. Один айфон стоит, второй айфон у меня в руках, третий айфон – это самое. И вот эти вот постоянные, вот эти постоянные истории, я чувствую, что вот эти вот суставы, ещё я упала, стукнулась. Я упала, стукнулась вот этим местом и как бы выбила вот эти все суставы. Ну, то есть, я их вставила, конечно, на место, но я в том, что связочный аппарат уже повреждён был. Ну, вы вторую неделю пьёте, у вас ещё всё вперед. Да, да, да. Но я буду пить первый раз в два месяца. Вы же верите в те продукты, которые вы употребляете? Вы же верите в то, что это работает? Вы не то, что верите, вы знаете. Я знаю это, Ира. Если бы я верила, но я вообще пятачок недоверчивый. Я вообще никому не верю. Если бы вы... А про крем змеиный, поверили же? Вот, я говорю, Оль, ты дура. Какой крем с коллагеном? Ну, вообще у тебя... Ты же специалист по коже. У тебя вообще в голове там что-то есть? Какой может быть крем с коллагеном? Оля, очнись. Просили показать ещё раз бутылочку. Девочки, это коллаген Кораллового клуба. Промарин называется. 10 тысяч единиц морской пептидный гидролизованный коллаген. Жидкая форма. Ира, 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 слушай, ты их предупреди, чтобы они его не захватили по розничной цене. Они обязательно должны его купить по оптовой цене, со скидкой. Бонусную... Девочки, кто захочет купить, просто так не покупайте, но если вы как бы не имеете отношения к Коралловому клубе, напишите ей ревличку, и она вам даст бонусную скидку 20%. Ребята, это серьёзная скидка бонусная. Да, если на эфир попали девочки, которые не в курсе, как можно со скидкой купить коллаген, напишите мне после эфира в директ, я вам всё расскажу. Да, да, да. Потому что мои-то все знают, я уже как бы об этом даже не упоминаю, а вот у тебя очень много новых людей. Кстати, 318 человек у тебя смотрят. Это будет вам. Нет, сколько посмотрят. И вот знаешь что? Коллагену нужны протоколы. То есть, если, например, нужна серия передач, вот давай с тобой продумаем структуру, потому что мы сейчас рассказали, ну, как бы, в основном интересные факты, но мы не рассказали ни науку, мы не рассказали ни как, ну, как бы, схемы подробной применения, протоколы, мы не рассказали там, чего ждать, как применять и так далее. Поэтому, кто, кто, так сказать, заходил, можно их даже в группу объединить, можно в Телеграме лучше всего, потому что прямые эфиры в Инстаграме, они, как бы, ну, хороши, но здесь, как бы, пишут, мы ответить возможности полноценные не имеем. А при помощи коллагена многие люди решат свои нерешаемые проблемы, которые вообще не имеют решения. Ну, метральный порог, он не имеет вообще решения. Он вообще не имеет решения. А если правильно применять коллаген с тем, с чем надо, с магнием, с коэнзимом Ку-10, ведь, потому что коллаген – это белок. Но если мы хотим, чтобы шел протокол какой-то, например, ну, антисуставной протокол, да, обязательно нужно к коллагену прибавлять, там, кору муравьиного дерева, там, селу, ну, еще что-то, да. То есть, конечно, под каждую проблему будет свой протокол. Здесь еще вопрос, сколько, если мы делим дозу, сколько открытой можно хранить. Ну, вы же пьете каждый день, вы вечером выпили, закрыли пробочек, ну, не от бутылки отпили, а налили, отлили, чтобы слюни туда не пускать. Отлили, выпили, в холодильник положили, и на следующий день вы это выпили. Что там хранится-то? Ну, вообще, если честно, что тут делить-то? Мне одной иногда не хватает, хочется второй заглотить. Ну, а если так, только не отпивайте из бутылки, все равно, что туда бактерии, луны попадают. Обязательно отлейте половиночку, закройте, поставьте в холодильник, на следующий день выпивайте. Вот это будет. Друзья, давайте лучше выздоравливать. Давайте лучше выздоравливать, потому что, на самом деле, кстати, при стрессе синтез коллагена резко падает на 70 приблизительно процентов. Именно при стрессе, потому что напрягаются мышцы, но, собственно, это не мышцы, вот, например, вот эти шейные, а напрягается вот эта фасция, грудопоясничная фасция, она там огромный кусок такой этой фасции, вот этой вот коллагеновой. И вот это напряжение вызывает нарушение. Как раз один из признаков того, что не хватает коллагена, мы про стресс говорили тоже в первой части нашего эфира. Мы с вами прямо в унисон, Ольга Алексеевна. А как тут разойдёшься? Ты врач, я врач. Ну, то есть, мы знаем, о чём говорим, понимаешь? Когда мы были вечером. Да кому как нравится. Самое главное, на животное. Вот кортизол разрушает, да. Спрашивают, можно ли его пить при миоме. Вот хороший вопрос, кстати, при миоме. Миома – это доброкачественная опухоль, фибра такая, фиброденозная. Я думаю, что перед тем, как пить коллаген, нужно установить причину миомы, например, грибы, например, кандида, например, цитомигаловирус, например, хламидии. Сначала провести антибактериально-антигрипово-антивирусную программу, прямо такую серьёзную, месяц-полтора может быть, а потом уже в малых дозах коллаген. То есть, вот коллаген при миоме большими дозами пить не надо. Максимум 3000 единиц. Вот и всё равно протоколы нужны будут. Всё равно будут протоколы, потому что можно много проблем порешать. Единственное, что нужно правильное такое, правильное использование. Когда, до еды или после. Можно пить до еды, можно пить во время еды, после еды пить смысла нет, потому что, если вы уже в желудок набросали дохлую курицу, то запивать её вот этим коллагеном дорогим, ну, смысла нету, да? Учтите, что, значит, вот этого вот... Вы цените свои средства вложенные, свои инвестиции. Если вы кушаете авокадо, с лимончиком, допустим, с, там, к примеру, с киви, там ещё что-то, и нальёте туда коллагена, это будет вообще супер. Да? Кстати, у меня есть, Ира, у меня есть питание эластиновое. Это вообще интересная очень вещь. Эластиновое, эластиновое коллагеновое питание. Я потом тебе сброшу, ты где-нибудь размести, девчонка. Если ещё протокол будет усилен эластиновым питанием, а эластиновое питание есть прямо не коллагеновое, эластиновое, вот, которая вот резинку вот эту делает, да? Оно вообще специфическое. Я ни один продукт из эластинового питания сама не угадала. Ну, то есть, я когда разрабатывала протоколы, всё-таки я, как бы, нутрицелогическое прошлое не даёт мне спать, поэтому... Значит, я сейчас разрабатываю ДСН-протоколы. ДСН-это диета, нутрицептики и суплементы. И всё-таки я упор делаю на суплементы, потому что это быстро, это надёжно, это для ленивых, это дешевле, если человек... Вот, например, стоимость как чашка кофе, да? Если для вас дорого, уберите чашку кофе. Ну, уберите чашку кофе. То есть, да? Если вы... Уберите сигарету, уберите чашку кофе, уберите сахар. Вот я сейчас стараюсь как бы от сахара избавиться, я очень люблю сахар. Так у меня дома нет сахара. И вот первые три дня я бесилась просто вообще до ужаса. Сейчас я уже так немножечко попривыкла. Я, кстати, заменила вот этой вот историей. Мини-плотенький, причём очень вкусный. Ирина, очищение, скажи, стоит ли перед началом употребления коллагена очиститься? Да, стоит. Стоит. Конечно. Потому что если в кишечнике, условно говоря, три килограмма непереваренных остатков, то через стенки кишечника ничего не всосётся. Сейчас есть такой синдром дырявого кишечника. А когда пластинки кишечника, клетки, они не так плотно стоят, как они должны, а они раздвигаются. И можно даже посмотреть, у кого синдром дырявого кишечника, есть такой белок, он называется зонулин. Зонулин. Его можно сделать. То есть это слабость эпителиальной стенки кишечника. И в этом смысле начинается астма, псориаз, вот эти все дела. Так вот, коллагеном можно вот эти как бы привести в порядок, потому что это тоже белок. Зонулин – это белок, который несостоятельный. Ведь эпители держатся на чём-то. Он держится на, по сути дела, на соединительной тканной вот этой вот. В общем, там много которые поделают. А два флакончика в день можно утром и вечером. Если у вас есть такая возможность, если вы... Едемная доза можно, да? Можно. Да, можно. Но я тогда советую убрать вообще другой белок. Уже не кушать ни мяса, ни яйца, ничего не кушать и весь белок переложить на коллаген. Да? Потому что если вы будете кушать мясо, сыр, яйца, там колбасу, ещё что-то и запивать коллагеном, девочки, не тратьте деньги зря. Потому что лучше на это время съешьте только коллаген. Вот употребляйте, например, хорошие фрукты, хорошие, прям кислые какие-нибудь, хорошие овощи, хорошие травяные чаи и коллаген. Эффект будет просто потрясающий максимальный. Вот, и пропьёте действительно курс, вот этот вот курс из трёх коробочек, вот тогда будет эффект действительно. Вы ничем не будете перегружать свой кишечник и он будет всасывать и разносить коллаген туда, куда ему нужно. и до кожи добежит, и наши с вами злосчастные морщины тоже расстраиваются. Да, морщины — это прицеп, прицеп, языцы. Ага. Ну, нам заканчивать надо, Ирочка. Мы уже давно тут висим, да? Алексеевна, за такой информативный, интересный, позитивный эфир, ну, собственно, как всегда с вами. Ир, с тобой тоже работают. Ты работаешь, ну, как врач, врачи знают, о чем поговорить. Вот, обращайте внимание, что делают врачи. Девочки, вот просто совет, да? Вот, обращайте внимание, чем лечатся врачи, что они кушают, что они пьют, что они делают, какую гимнастику они делают, потому что врач, имея колоссальный опыт, первое, всё применяет на себе. Всё, что самое лучшее, он применяет на себе. И всё самое лучшее, применив на себе, преподобно. Благодарю вас, Ольга Алексеевна, хорошего вам вечера, девочки. Благодарю вас всех за внимание. Сейчас, конечно же, если Инстаграм мне позволит, обязательно, такой шикарный эфир обязательно сохраню. Всем прекрасный вечер. Ольга Алексеевна, благодарю. До свидания. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.